Как ты думаешь, ты красавец? Следующий вопрос. Это Алена Долецкая, проект The McCallum, решайся. Сегодня я встречаюсь с человеком, которого называют спаситель, гуру, тиран, бог. Кто на самом деле художественный руководитель оркестр и хора музыки Этерна Теодор Курентис? Мы сейчас поймем. Здравствуй, дорогой. Ты можешь встать и меня обнять. Правда? Здравствуй, дорогой. Ну, во-первых, спасибо тебе, что пригласил к себе домой практически. Это дом. С большой буквы. Слушай, прежде чем начнем, я хочу тебе сказать вот что. Ты, как выяснилось, очень рисковый мужчина. Ты рискнул в течение своей жизни не один раз. Ты рискнул уехать из Афин, приехать в Питер. Из Питера ты уехал в Новосибирск. Из Новосибирск ты уехал в Пермь. Из Перми ты уехал в Петербург. Для многого из этих телодвижений тебе пришлось сделать ряд рискованных движений. Поэтому, как самому рискованному парню всех времен и народов, я делаю тебе подарок. Та-да-да-дам. Маккаллан. 18 лет. Дабл-каоск. А ты не боишься, что я рискну и выпью все сейчас? Прямо при мне? Отлично. Я обязательно буду на твое здоровье. На сегодняшний день твой статус как дирижера в мире уже почти космический. Какая следующая планка? Вообще никакой не косметический. Давайте назовем выше. Правильно. Есть признание. И это может быть хорошо, насколько это дает мне возможность, в принципе, быть ближе на то, что я хочу делать. Но вы понимаете, что до сих пор я до конца не могу делать и говорить то, что действительно хочу. Есть всегда какие-то препятствия. Поэтому я бы не употреблял таких громких космических, наверное, это когда ты делаешь так и сразу включается все, что ты хочешь. А у меня очень большой труд, медленно все потихонечку подключается, но через очень большой нажим. Борьба самолета, выйти из облаков к Солнцу. А когда он уже летает за 2000 метров над облаками, уже скучно. Ты уже начинаешь смотреть, сколько времени до приземления. Везде, где ты работал, в Сибирске, в Перми, теперь в Питере. Ты создаешь, помимо оркестра и вокруг оркестра и хора, некий купол. Вот скажи, в чем новизна, как ты думаешь, твоего нового питерского парадиза? Да, я работаю в Дома радио и мой дом это в Димитиково. По-прежнему? По-прежнему. А в Петербурге, здесь питаюсь, ведь это проект, который мы делаем сейчас. Мы открыли очень много фронтов, и чтобы обеспечить всего этого, нужно очень большой наказ. И хорошо, что есть и ВТБ, и люди, которые просто нас сильно помогают, потому что, как вы знаете, мы не государственные учреждения. Пока не дают. У нас здесь не только оркестр, а здесь больше лаборатория, лекции, такая своя академия, которая все делаем бесплатно. И чтобы найти возможность продолжать, придется очень много саможертвования. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Чем она тебе мешает? Ты ведь и есть властитель этого оркестра и хора. Если могли бы как-то люди работать без режиссёров. Без дирижёров? Без режиссёров? Да, создавать спектакли. Без хореографов. Без балетмейстеров. Без дирижёров. Вот это идея намерения. Без политиков. А ты что будешь делать тогда? Ничего. У нас есть, думаете, что это то, что я мечтаю дирижёровать? Я люблю писать стихи, музыку писать. Вот то, что я больше люблю. Просто я дирижёроваю из-за того, что я знаю, что если я это не делаю, у меня не будут эти интерпретации, так хочу их послушать. И это не значит, что всё, что я делаю, мне нравится. Мне очень мало того, что делаю, что нравится. Но у меня есть какая-то идея, из-за того, что очень люблю музыку. И думаю, что это должно быть так. И я не нахожу такую интерпретацию. И поэтому я создаю это из-за того, что мне это кругом. Если кто-то делал такое, я не повторю. Я закуплю это в адыске и буду слушать всё. Как ты относишься к тому, что многие люди, когда их спрашиваешь, а кто, как вы считаете, Теодор, он какой, он кто? Знаешь, какой ответ я получаю? Сказать? Да. Тиран, точка, любимый, точка. Ну, какие-то люди так говорят, наверное, и похуже можно уж писать, чем это. Я ничего не могу делать, чтобы поменять ваше мнение. Но я могу сказать одно. И, допустим, да, тиран. Наверняка, они правы. Но есть у меня куда аргумент. Я люблю людей. И моя работа – это делать людей счастливыми. Делать счастливых людей – это невозможно. У меня утопическая работа. Но можешь попытаться делать их счастливыми. И тогда изменится мир. Счастливый человек должен быть только человеком, у которого есть счастье внутри. Который автономно счастливый. Поэтому он говорит, я любимый, я тебе дам счастье. Это просто утопическое. Но когда пытаюсь отдать это счастье, и другой человек видит эту затрату, он меняет его отношение к миру. Вы не должны служить мне. Мы собрались здесь, чтобы мы были счастливыми. И поэтому качество, вдохновение и креативность должны быть у каждого человека. Инициативы должны быть у всех. Мы не должны давать команды, и все должны это все делать. Должны взять инициативы. И если я привезу какой-то успех, каждый должен быть успешен сам по себе. Но для этого должен быть какой-то прессинг. Чтобы человек начал немножко понимать, что у него есть свои возможности. И он должен самостоятельно двигаться. Чтобы сломать эту пирамидку, и чтобы не стало сияние, каждый человек должен воплощаться. А в монархиях люди, они просто выполняют то, что говорит монарх, и не воплощаются. А мне хочется воплощения всех людей. Поэтому иногда тирания — это какой-то режим, это какой-то учебный промежуток. Да? Поэтому можно и так и называть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok или чисто индивидуального понимания или интерпретации музыки. Клише — это очень большая неудача. О, да. И нас учат в школах, как быть клише. То есть не развивается индивидуальность людей и не принимается. И если ты развиваешься против течения, как я, например, да, то потом очень легко становиться клише самого себя. Поэтому чатерно нужно по профилактике каждые два года сжигать свои памятники и немножко посмотреть, какой ты смешной дурак. Если хочешь продолжать пить немножко. Я вот смотрю, как иногда попадают какие-то старые видео и какие-то интервью. Чудовищно. Какие чудовищные вещи я говорю. И сейчас наверняка чудовищные вещи я говорю. Я это буду понимать в будущем. Но мне кажется, единственный путь к эволюции — это понимать наше несовершенство. Это единственное, что не клише. Все остальное — клише. Теодор, смотри. Три карты. Давай с тобой начнем с такой. Вот этот напиток, который мы с тобой, McAllen, попробовали. Один из их таких важных моментов называется understated luxury. Understated luxury. Такая understated luxury. И как-то раз ты сказал, что Мравинский, например, он холодный снаружи и горячий внутри. Такой же типаж, если так можно выразиться, Мравин Дитрих. Ледяная снаружи, холодная внутри. Да. И это определенный диссонанс. И диссонанс, который не лишает understated luxury, элегантности, сдержанности. И мой вопрос к тебе скорее про диссонанс. А Петр Ильич Чайковский тоже про диссонанс высказался. Прочитай, что он сказал. И скажи, во-первых, ты согласен с Петром Ильичом или нет. Диссонанс есть величайшие силы музыки. Значит, я хочу сказать, что я согласен. Я абсолютно согласен. Второй вопрос. Что, по-твоему, диссонанс? Диссонанс – это Станкновение других течений в музыке и в жизни. Это когда ставишь немножко сахар и перец на ту же еду. И сочетаются вещи, которые не сочетаемы. Но они дают, в принципе, какой-то 30 элементов. Диссонанс – напряжение. То есть диссонанс дает напряжение. Ты дирижируешь любимое, важное, нужное для тебя произведение. И тут с удовольствием у кого-то играет рингтон, или, лучше того, падает тяжелый, обремененный дополнительной батареей, мобильный телефон на пол. Что ты в этот момент чувствуешь? Честно только скажу. Ухожу из строя. Потому что у меня есть какой-то цепь, которую я чувствую в людях, и мы пытаемся как бы вместе придумать дальше, как идем с музыкой. И в этот момент это контакт. Теперь есть контакты. И мне жалко для этих людей, которые они так себя ведут. Мне жалко. С другой стороны, их мотивация пойти на классическую музыку, они где-то радуют меня. Ты считаешь, что это эпидемия без культуры? Да. Нет, нет, нет. Такая же была и раньше. Просто сейчас это эпидемия коммуникации. То есть сейчас ты не должен быть одиноким. Ты не одиноким. У тебя есть интернет, ты все время можешь быть там. Ты не должен быть заткнутым, ты можешь сигать умного от интернета. Выходить, сделать свой блог и начинать всех подряд критиковать. Или выходить на обсуждение и специальным таким показать, кто умнее в компании. И так как-нибудь худо-бедно находишь свое место в этой жизни. А раньше извините, но нужно было пойти встретить человека и сказать свое мнение. Или должен был писать в газету или ты должен был пойти встретить девушку и сказать, что ты ее любишь. И не играть умного, а просто пойти преклониться или извиниться. а сейчас можешь все это не делать. Можешь просто спрятаться под какой-то псевдоним или под какой-то это играть умного. Вот это болезнь. Что ты никогда не напоминаешь больше. у тебя есть ремайндерс. Угу. Ничего не пишешь. Даже не идешь рисковать купить одного диска. Будет хорошо или не будет. ты все скачаешь сразу это все это все очень грустно. Угу. Никогда. Я снял какие-то художественные андерграунд чтобы делать не с телефоном с супер-рейд камера. Да. Сейчас покажу. Подожди. That's cool. Как говорят у нас. Если я хочу снимать что-то у меня есть. О, да ладно. Ленька? Ленька. Настоящая? А что? Поделка? Я не снимаю сейчас. У меня есть я в другом фазе. Какая сейчас фаза? Писать музыку. Я пишу музыку и это такой момент потому что очень много вещь одновременно разные произведения пишу одновременно и как-то нужно правильно подойти все время. Ты здесь пишешь? Да. здесь. Ох. Подожди, а что это? Подожди секундочку. Мы же живем здесь. Ну да. Так, хочу Райель посмотреть. Покажи Райель. Ничего, смотри. кроме паракалу и Христопель я не знаю. Что это? Это канонический текст, который что-то пишу сейчас. Ты пишешь? Угу. А это? Это, чтобы писать в компьютере синтезатор это MIDI, который я пишу побыстрее в компьютере. Сейчас у вас будет потрясающая возможность снять художественное кино. Поехали. Сейчас прикинь. Что это? Мамочка здесь... Плабуши камера знает. Да, да, да. Мородная. Сокуров такой. Здесь никакой нет. Будем быть в двери. Кто откроет, откроет. Здесь вообще замок. Здесь работает Алексей Ретинский. Здравствуйте. Меня зовут Алёна. Лёша. Выдающий композитор. Это его мастерская. Коммуновские эти будучи художники живут как бы в этих комнатах. Вы поговорим, да? Да. Пойду дальше. Заходите. Здравствуйте. Алёна. Здравствуйте, Алёна. Это Андреас Миштуки. Очень приятно, Андреас. Сходите. Боже мой. Как у вас хорошо пахнет. Хорошо здесь. Да, во-первых. Это здесь у нас Андреас Миштуки пишет новое произведение. Сейчас скажу какое. Скрипичный? Нет, это скрипичный концерт номер два. Разные одновременные. А вы пишете на компьютере? И на компьютере, да. Одновременно? Да, но я пишу разные пакеттуры одновременные. Опа, открылось? Заходите. Здравствуйте. 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 Для кого та линейка моды, которую ты сейчас начинаешь выстраивать? Не хочешь моду, линейка одежды? Мне интересны люди, которые ты увидишь их, и как они одеты, немножко нейтрально на самом деле. Нейтрально по своему времени, они немножко сопротивляют своего времени. И ты знаешь, что с этим люди могут о чем-то договориться. Здесь видишь, это разные архетипы обувь, которые я... Это прототипы? Это прототипы разные, пока найдут те, которые будут изданы. Мы продолжаем тему красных шнурков? Нет, я считаю, что это что-то, которое я люблю, и почему нет? Нет. Можешь поменять, ставить черный, это не столь важно. Тебе это не столь важно? Это разные здесь визы, собственно, которые я для себя сочиняю. Вот это разные. Ну, это почти, это шерсть почти военная шемель. Да, конечно. Да? Да. Скажи, я вот знаешь, что вижу? Смотри, вот этот элемент, это тоже из военной униформы. Это все, это все, смотри, это элементы от старой одежды Second Hand, которые адаптированы. Одеваться нужно так, как ты будешь чувствовать вдохновлен в какое-то течение, которое тебе объединяет с прошлым и с будущим. Поэтому я не люблю моду. Потому что мода говорит о сейчас, и как мы должны обязательно принадлежать в этом обществе, этого мира, который мы не любим. А ты что, по-прежнему себя не любишь? Я люблю себя как часть этого мира. И могу любить или не любить моё творчество, то, что я делаю. Да? Оно не любить себя как часть этого мира. Не могу, если люблю мир. А следующий вопрос, ты любишь этого мира? И там я могу тебе ответить. Может. Не могу ответить. Музыка. 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 в Афон, я знаю, что ты ездишь в монастыри, и для тебя это важная часть твоей жизни. И однажды ты говорил, что один из самых таких, ну, если так можно выразиться, беспокоящих тебя грехов, это гордыня. Разговор этот был лет, наверное, уже три-четыре, вот так назад. Он давнишний. И я хотела тебя спросить, как ты с этим грехом разбираешься? Получается у тебя выиграть эту битву? Или нет? А ты как думаешь? Мне надо с тобой провести намного больше времени, чтобы ответить на этот вопрос, честно. Она мать всех грехов. Гордыня. Гордыня. Но нужно понять следующее, что люди, например, которые они гордятся, или которые они ищут подтверждения для самого себя, это травмированные люди. договоры. Когда я вижу человека, который по-немецки говорит я, 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 какой-то я, какой-то я. Во всех плохих, какой я прекрасный, Как я все знаю, как я все чувствую, а остальные это не чувствуют и не знают. Я единственный знаток правды, а другие ничего не понимают. Когда это говорит, что этот человек даже не гордый, этот человек травмированный. И гордыня проявляется как панацея возобновления этой потери нездоровья. Это просто так. И поэтому нужно тоже правильно, качественно понять, где есть гордыня и где нет гордыни. Например, когда мы делаем очень хорошие поступки, в этом есть и гордыня. Почему? Ты что, не имеешь права гордиться чем-то? Знаешь, как у русских есть пословица, не чевайся отцом, а гордись сыном. На самом деле, да, ты не имеешь права гордиться. Вообще не имеешь? Ты ничего сам не делал. Это камень, который у нас здесь есть. Ты говоришь, это мой камень, но ты не создал его. Ты купил его, не знаю, или тебе подарили. Так же это все, что мы, и звуки, которые мы создаем в музыке, это не наше имущество. Они существуют в природе. А мы не создали природу. Поэтому мы не создатели, мы ремесленники. Скажи, дорогой, а ты можешь быть жестоким или беспощадным? Как ты думаешь? Полагаю, что нет. Нет? Совсем нет. Но наверняка найдутся люди, которые скажут, что еще как. Ты знаешь, если мы хотим разобраться на всех смертельных грехахах человека, у меня очень большой набор. Я вообще не очень высокое мнение самого себя. Не очень высокое мнение? Нет. Поэтому ничего удивительного. Скажи, ты прощения часто просишь? Да. Я умею просить прощения. Часто? Да. Часто. А вот, если тебе не понравится вопрос, мы его выкинем. Ты записал много реквемов уже, относительно, и еще впереди много других. Признаюсь, это одни из моих любимых твоих произведений. Вот ты, так Грузии обычно делают, ты знаешь, какая музыка должна быть, например, когда будут похороны твои? Я хочу жить и не умереть из-за того, что я хочу избегать этих ритуалов. Окей. В общем, самый страшный сон, это, что я вижу на фейсбук фотографии Теодорского после концертов, Тео. Как же, боже мой, R.I.P. И там это будут дегать какие-то записи, просто какое-то ужасное. Как хочется, просто как Вилалобус, на какой-то пропасть, на какой-нибудь джунгле все забыли. И никто не поплакал ни на минуту, чтобы не было, не дай бог, никакой панихиды. Не знаю, я даже, мне снится, что я должен в завершении подписаться, что запрещается опубликовать фотографии со мной после смерти. У нас тоже, да, все, что есть. И вообще, чтобы никто не вспоминал, все, чтобы все забыли, не было никакой панихиды, чтобы не было никакой лицемерии, ничего такого. Это просто ужасная культизация смерти. Дорогоцельная. Дорогой. И там какая-то состоящая война Черковского, это вот ужасно. Скажи мне, пожалуйста, у тебя есть вопрос, у тебя вопрос, который ты сам себе боишься задать? Ну, это, боюсь все время ответить на вопрос, задавать, не боюсь ответить. Это вопрос, который говорит влюбленность, которая у меня в душе. Она вечная или нет? Влюбленность, которая у меня есть на ее лицо, на ее образ. Влюбленность, которая любит ее до ее рождения, после ее смерти. Влюбленность, которая любит ее до ее проявления, после ее унистажения. Ее эту, ту, прекрасную. Она вечная или умрет? Когда задаешь этот вопрос, очень хрупко начинаешь верноваться, как вольдуешься во сне, когда что-то приснуешься и ошибаешься. Субтитры создавал DimaTorzok